Так, ну что, приветики на моём импровизированном YouTube-канале! Сегодня мы будем делать второй раз укладку на Dyson. Первый раз не получилось. Я не пользуюсь обычно укладочными средствами, я не умею их выбирать, я никогда не пользуюсь, не жарю в них. Значит, сейчас надо расчесать всё будет, я так полагаю. У меня закончился шампунь, я мыла волосы Тимоты, надеюсь, что они с ними являются. Ещё у меня закончился бальзам, нормального я не нашла, поэтому мыла волосы сегодня без бальзама. У меня, в общем, волосы, они густые, их дохрена, они очень жёсткие, пористые, и они пушатся. Сегодня мы попробуем сделать так, чтобы они нормально выглядели, а не как у бомжихи, и чтобы ещё эта укладка продержалась. Короче, попробую закалывать кудряшки, сейчас, короче, покажу, что буду делать, не знаю, что у меня получится. Короче, точно будет какая-то першанина. Ой, пипец, без бальзама худо, конечно. Короче, я вчера записывала рилс, можете в институте у меня посмотреть, там вообще угарщина, потому что я укладывала первый раз на этот стайлер, и я расплетала волосы после африканских косичек. У меня там просто вот такенный хайер. Короче, очень забавно, там прям треш. Волосы выбрали из половины головы. Так, что нам нужно сделать? По-моему, там говорили, что нужно немножечко, чтобы они... что? Будем импровизировать. А надо сначала пасту, вот эту вот, или надо сначала мусс? Давайте сделаем сначала пасту. Или нет? Давайте сделаем сначала мусс. Обычно так показывают на ютубе, да? Как у вас это принято? Сделать как-то так, чтобы они еще не были липкими. Я ненавижу, когда я чувствую на волосах какие-то средства. У меня прям это... Давайте расчешем. И, по-моему, нужно сначала их чуть-чуть посушить просто насадкой, которая афия. Я так поняла, что в основном рекомендую делать на почти сухие волосы. Попробуем сейчас подсушить, потом я расческой чуть-чуть их разглажу. Давайте. Господи, обезьяна. Так, ну что, погнали. Насадку от Пушка я в этом видео так и не опробовала, а опробую в следующий раз. У меня сегодня есть непреодолимое желание посушить вниз головой и попробовать у корней приподнять. Я не знаю, как это люди делают, но я, короче, попробую. Что получится, то получится. Вы поняли, что здесь будет точно какой-то зашквар. Короче, я так поняла, что надо, чтобы очень были сухие корни, а здесь не обязательно, чтобы было очень сухо. Короче, давайте я сейчас попробую покорячить и вниз башкой посушиться. Хочу сейчас расческой еще пройтись. Расческой, короче, приподнять корни вот этой буду, потому что я так поняла, что вот это без пупырышек, ну, короче, типа, я эту даже не открывала. Эта с пупырышками, я так поняла, для жидких волос, а эта для густых. Пока, конечно, вообще ни хренища просто непонятно, но маленький спойлер, в конце будет просто пушка-топ-разрыв. Я просто офигела сильнейшая, если честно. Я считаю, и так неплохо, достойно. Короче, надо расчесать. И, в общем, сейчас я буду их просушивать брашингом. Вот эта насадка фен. Ей можно пригладить пух. У меня ловер до хера пуха, еще после родов у меня просто вот эти торчки. Но я так понимаю, что это делают обычно, когда выпрямляют, мне нужно их завить, поэтому я брашингом их разглажу, потому что расческа и вот эти вот эти штуки, они не разглаживают, они просто делают кудри. И волосы, ну, вот у меня вчера было очень много пуха. Поехали, я не умею это делать, скажу сразу. Вообще, я пробовала как-то раз в жизни уложить волосы на брашинг, ну, с феном, как бы, и с расческой. Это, конечно, просто было жутко, потому что мне захотелось сразу побриться на лос, и никогда больше вообще не прикасаться к этой истории, и хотелось, чтобы просто у меня отвалились руки. Я же забыла этим гелем помазать. Ладно, короче, его, по-моему, на мокрые волосы надо. Сухие или влажные волосы? Нам это подходит. У нас уже сухие. Я не знаю, сколько его нужно, блин, надеюсь, вот столько хватит. Ой, он прям очень густой. Ладно, давайте попробуем, короче, ладно. Была, не была? Блин, по-моему, слишком много. Слишком много. Ну, ладно, я все засрала. Вообще, эта щетка брашинг мне на Дайси мне очень понравилась, потому что ей можно прям красивые сделать прямые волосы, и на каскаде сделать, знаете, на кончиках волос такие завитушечки. По-моему, очень прикольно. Вот там у меня кусочек есть. Я как-нибудь такое тоже сделаю. Ребят, я что могу сказать? Вообще, это роскошно, потому что у меня очень пушистые волосы, и обычно, когда я сушу просто феном, у меня вот просто вот так вот все торчит. А сейчас они, ну, конечно, ну, есть пух, но это допустимо как-то. Короче, теперь нужно что? Теперь нужно распределить волосы, насколько я понимаю. У меня нет этих зажимов, опять-таки, но у меня есть... Блин, короче, расческа неудобна. У меня есть резинки для волос и невидимки. Сейчас будем делать укладки. Укладывать клитки. Нижние, короче, сделаю на тонкую, а верхние сделаю на толстую точно. Короче, фишка в том, что вчера я крутила, как я уже говорила, я крутила руками. Я не очень понимаю, как нужно делать так, чтобы он полностью сам засасывал эту прядку, поэтому сейчас будет минутка аутизма. Погнали. Вот оно что, батюшки мои, он закрутил. Я обалдею. Так, мы это закалываем невидимкой. Делаем там дырочку. Здесь должна быть дырочка, поняли? Вот такая. И мы закалываем это к башке. Короче, она болтается вот тут, ладно, пусть болтается, пока хрен с ним. Он реально сам накрутил. Я в шоке. В собственном шоку. А я не то направление вообще делаю, в курсе? Ну ладно. Только раз перекручу. Да. Вот так. Ага. Для чего нам нужно зажимать вот эти вот прядки. На самом деле выглядит сложно, но это не сложно. Совсем у меня на всю укладку ушло 30 минут, с учетом того, что 5 минут я еще решила в конце подождать, пока высохнет лак. Короче, эти штучки, прядочки, нужно закалывать, чтобы они в процессе, пока мы укладываем, не распадались. И чтобы они были вот такими вот дулечками, потому что тогда они будут в конце очень красиво лежать. Не колхозные такие будут штуки, а прям красивые такие локоны. Ну, в общем-то, конечно, лучше прикреплять их прям к башке, прям, ну, типа, зажимом к скальпелю. К скальпу, Господь. Вот, но у меня так не получилось, потому что у меня были невидимки, волосы были распущены, не за что было прицепить, поэтому чуть-чуть вышло, ну, не совсем так, но тоже прикольно. Вот, и еще, когда они скручены, туда воздух не попадает, он их не пушит лишний раз, и они в конце получаются такие прям гладенькие, красивенькие, ровненькие, блестящие. В общем, это так мне сказали на ваших ютубах, и я решила просто попробовать на себе, но, конечно, зажимы стоит купить, потому что я с невидимками немножечко намучилась. Но как вариант, не знаю, правда, сколько стоят зажимы, возможно, тоже недорого. Короче, смотрим дальше и слушаем шансончик. Надеюсь, что вам нравится мое музыкальное сопровождение, я просто не придумала ничего оригинального, кроме того, как просто поставить на фон блатной шансон. Ну, почему бы, собственно, и нет. Вообще, еще супер важный момент. Ну, как бы у меня недавно я делала стрижку, и я делала каскад. Мне кажется, что если бы я оставила прямой срез, который у меня был, то это все выглядело бы супер колхозно, потому что это круто выглядит на каскаде. Поэтому мне кажется, что если вы хотите, ну, чтобы было прикольно, то нужно точно сначала стричься, чтобы в верхние вот эти волосы, ну, они же, типа, легче, которые, короче... Блин, я там такое натворила, таких делов, ребят. На самом деле, у меня так получилось, что я укладывала, у меня волосы уже были, в принципе, сухие полностью, пока я там этими расческами, брашингами, шмашингами с ними возилась. У меня уже полностью высохли волосы. Не знаю, возможно, это скажется на носке, то есть я имею в виду на том, что они как-то быстрее распадутся, но, в принципе, я думаю, что это тоже не страшно. В следующий раз я хочу, я вообще хочу записать абсолютно все варианты того, что можно сделать с этой дайсоновской приблудой. Вот, но в следующий раз я попробую крутить на мокрые волосы. Говорят, что на мокрые волосы, из-за того, что они тяжелее, он мне прям их так всасывает до конца, и, ну, есть вероятность, что не получите. Не знаю, если у кого-то есть опыт уже, кто делал, напишите в комментариях, получалось у вас закрутить до конца прядку, чтобы он прям сам вот так вот ее туда втягивал или нет. Ну, в общем, посмотрим, потому что, если честно, я вчера, когда крутилась сама, сегодня полдня ржала с того, что, господи, человек, гений придумал все для того, чтобы просто максимально не напрягаться. Нет, я же сидела, как обезьяна, крутила вручную, ну, это, конечно, ор-орище. Вот, но по итогу все равно вчера что-то получилось, но она быстро развалилась, и как-то я там тоже 20 раз затупила-запроила, не очень правильно поделила волосы. Ну, короче, короче, сегодня уже посмотрела еще там всякие видосики и решила сделать что-то более нормальное. Ну, в общем, короче, все, уже там чуть-чуть. Вот, блин, ребят, реально 30 минут. Мне, когда я в конце увидела результат, сколько раз я просила примерно что-то подобное в салонах, мне ни разу такое с моими волосами не сделали. Как бы мне кажется, что такая укладка в салоне, она, не знаю, в Питере, мне кажется, ну, тысяч 4 точно бы стоила. Я просто думаю, что если я бы делала такую укладку каждый раз, когда куда-то иду, и еще не всегда меня бы это устраивало, то в целом, как бы, цена Дайсона бы отбилась за год. Вот, а тут еще как бы очень красивенько, быстренько, в общем, я супер довольна. И даже, учитывая, что я сегодня не пользовалась бальзамом после того, как помыла голову, все равно они прям офигенно нормального качества, они прям мягенькие после укладки такие, ну, очень ухоженно выглядят. То есть это выглядит супер аккуратно, мне это больше всего нравится. Может подстричься так? Так, и теперь мы не снимаем еще пока что зажимы или невидимки, короче, оставляем эти дульки и запшикиваем лаком, чтобы они лучше держались. Я купила лак, который, знаете, сухой, ну, я не очень люблю липкие лаки, вообще меня не напрягают. Вот, купила сухой лак, он оказался очень неплох, и вот мы, короче, попшикали, я так солидно так попшикала, честно говоря, и нужно будет немножечко подождать, чтобы они, ну, зафиксировались, закрепились, я минут пять погуляла просто с ними на башке, и все, потом уже начала их распускать. Кстати, учитывая, что средства я использовала целых три, для меня это супер too much, все равно в конце волосы выглядели, как будто там ничего нет на них. Приколдесс. Так. И в конце, вот, когда мы сняли уже все зажимы или невидимки, в общем, супер важный момент. Нам не надо проводить руками по кудрям, вот, если мы их, нам, короче, нельзя их разваливать, то есть они должны остаться вот такие цельные, да, чтобы они были блестящие, такие классненькие. Короче говоря, мы только у корней вот так вот, вот так вот делаем. Приколдесс. Не, ну так, конечно, мы никуда не пойдем, немножечко сделаем вот так вот. Короче. Вау. Вау. Прикольно. Ну, наверное, это будет круче выглядеть, кстати, завтра. Я бы еще их сбрызнула, конечно. Немножечко. В общем-то, вот, я вам показала технику, в которой можно сделать именно такие пружинистые, такие эластичные кудряшки, блестящие, красивые. Буду, конечно, очень рада, если вы мне напишите в комментариях, как вам, потому что мне, например, вообще очень понравилась такая вот история, и выглядит прям клево. Ребят, по-моему, это просто роскошь бутиков, посмотрите. Ну, это очень круто. Я считаю, это очень круто, это очень красиво. Они сейчас еще чуть-чуть подраспадутся. Балдежный, балдеж. В общем, я надеюсь, что вы заценили такую схему. По-моему, очень прикольно. Я супер довольна. Надеюсь, вам понравилось, и, возможно, это же было полезно, теоретически, такое возможно или нет. Ну, короче говоря, что нужно сделать? Нужно сказать, что вы подписывались на мой канал, на мой инстаграм, на мое все, поставили везде лайки, посмотрели все релсы, все везде лайки, посмотрели, написали комментарии. И, если у вас есть какие-то прикольные ссылки или советы на то, как пользоваться стайлером, то вы можете кинуть, потому что я не умею это делать, потому что я им пользовалась второй раз. Типа, обезьяна и дайсон. Спасибо. Целую вашему.